друзья всем привет с вами будда гришна эта история которая меня просто потрясла и прочитал дня три назад может два и вы может быть они тоже уже слышали но как мне кажется вот о таких вещах нужно говорить говорить всегда и независимо вне зависимости то на какой на каком этапе находится решение этого вопроса потому что мы должны знать об этом это может случиться где угодно и собственно говоря мы должны об этом говорить в память как дань памяти о тех героях которые защищают национальные интересы страны дело все в том что значит дочь героя операции павшего героя операции на поле боя обращение вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале мой второй канал официальный подписывайтесь друзья будда гришна новости находится еще раз потрясен в телеграме там по больше свободы слова можно говорить и на эти вопросы вопросы внутренней внешней политики коррупции много чего еще поэтому обязательно подпишитесь на мой второй канал будда гришна новости в телеграм так вот там вы увидите обращение дочери значит дочери павшего героя она обращается к президенту владимир путину кравцова мария александровна она значит она дочь пропавшего без вести героя операции все дело в том что ее выгнали из дома вместе с матерью как вот можно себе в это поверить сейчас что это могло случиться это действительно так друзья это просто фантастика натуральная и вот собственно говоря а что пишут уроженец узбекистана злоумышленник ранее работал вместе с отцом марии потом он пошел соответственно на фронт и перед уходом в зону операции отец семьи попросил своего бывшего коллегу помочь переоформить наследство своей супруги ну то есть там случае чего помочь то кстати уладить дела мошенник же воспользовался полученной доверенностью друзья и оформил все на себя после перепродал участок сейчас по данному факту после обращения дочери возбуждено уголовное дело идет расследование обвиняем угрозить до шести лет лишения свободы значит донские власти начали оказывать помощь марии кравцовой которая обратилась к президенту и главе следственного комитета которую вместе с мамой выгнал из собственного дома приезжий мошенник но она говорит там не только вот обращение она дает вводные данные как это все случилось что ей не отдают ни рисунки ничего там есть кадры как собственно говоря азовский район ростовской области как новый собственник говорит хрустальный мост построить и будете ходить там потому что какая-то часть часть собственности осталось ибрагимов жамал джабарович она называет продал неизвестным лицам этот земельный участок на которым стоят дома другие хозяйственные построить дом собственности как бы она попасть него не может потому что участок он продал они говорят если вы зайдете будет проникновение в жилище крайне ведут себя агрессивно значит новые собственники вот этого земельного участка схемка какая-то видимо была придумана а может быть они не знали может быть действительно он продавал как собственник уже но до дома как бы невозможно попасть в дом потому что земельный участок продан друзья вы знаете что я хочу сказать большое низкий поклон большое спасибо павшему герою он воспитал настоящую дочь настоящего патриота настоящего гражданина страны еще больше спасибо и низкий поклон всем органам государственной власти должностным лицам которые при обращении дочери к президенту и главе следственного комитета проверили действительно человечность и решили этот вопрос ну а то что она здесь говорит о главе сельского поселения и так далее которым как она утверждает которому на людей все равно он только фоткается как гуманитарку отправляет но это с ее слов бог судья что называется но и компетентный орган я думаю оценит его действия но мне хочется говорить таких моментах потому что это это ужасно это ужасно я считаю что конечно каждый кто уходит зона операции и тем более павший смертью героя конечно должен знать что его семья она будет защищена всеми возможными способами но вот все не продумать человек если можно так назвать проявил просто не нечеловечность проявил по отношению к к ребенку к матери ну и собственно говоря мы можем здесь понять что ему наверняка все равно и на проводимую операцию учитывая что раз может так поступать вместо того чтобы помочь и оказать всяческую помощь и поддержку еще больше чем просил отец делает все для того чтобы совершить мошеннические действия друзья пишите ваши комментарии с вами был будда гришна подписывайтесь на канал кому интересно если вам нравится то что я делаю можете поддержать канал будда гришна ссылочку закрепленном комментарии описании к видео я вас приглашаю на свой второй канал друзья официальный канал в телеграм будда гришна новости почему в телеграм там больше свободы слова больше серьезных новостей можно обсуждать внутренняя политика внешняя политика вопросы коррупции шоу-бизнеса вопросы операции все круглосуточно с моими комментариями поэтому подпишитесь вы думаю не пожалеете еще раз напомню телеграм-канал мой второй канал будда гришна новости друзья и вас также приглашаю на свой сайт будда гришна точка ком для бизнесменов предпринимателя если вы не хотите чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас которые сегодня могли стать вашими или вы просто человек который хочет чтобы о нем узнал как можно большее количество людей посмотрите мое обращение заинтересует пишите успехов здоровья всем пока до встречи